всем привет меня зовут марианна я хочу показать как можно выполнить вот такой узор такой элемент все подробности видео и смотрите ставьте лайки подписывайтесь в общем смотрите надо сделать слегка закругленную дугу с капелькой на конце и желательно вот точно такую же да вот этой стороны вот так вот потом вывести это вот так как бы делаем бутончик и вот этот узор я посмотрела художников стежки я не видела там предлагала сделать еще вот одну такую дугу да вот как пятый вот прям вот так ну и на этом как бы сам вот этот элемент заканчивался но мне по мне вот это 5 вот она 5 по мне вот не очень смотрится и добавляем перышек понятно да вот что сюда вот так вот можно вот так вот так вот так направить был этот бутон да вот этот можно в другую сторону опять слегка здесь в соединении на это так вот так может быть здесь у какой шарик вот так вот придумать это надо посмотрите постигаю посмотрю ну и добавить туда вот эти перри вот так вот опять отсюда закруглить по закруглить закруглять меня опять поправит отсюда отсюда можно тут начать в общем как-то вот так вот здесь вот еще добавить в общем разнообразие можно застегать попробовать сердцевинку или здесь несколько пожилок сделать посмотрите здесь вот так вот что там еще было в рисунке например вот так вот рисунок заканчивался да вот эти бутончики выделять бутончики можно да вот несколько раз например пройтись строчкой чтобы как бы выделить их можно заштриховать вот такой стежкой сделать там еще предлагалось в этом рисунке в общем фантазии не ограничено теперь пойду стегать может быть что-то в процессе еще найду тогда добавлю то есть ну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Теперь показываю, как это получается на практике. Намного красивее это с эхостежкой и когда элемент отделяется от основного узора какими-либо камешками, пузыриками и так далее, когда есть какое-то пространство. По крайней мере, я располагала или среди перышек, или же делала на конце пера, становился конечным элементом. Вот здесь тоже, да, вот видите, хостежка, пузырики и вот намного это красивее выглядит. Еще добавила вот такой элемент полукружья, да, вот такие делала. И вот, как я рассказывала, да, по вот такому сильному закруглению провести вот такие перья, да, тоже намного красивее выглядит. Вот, ну и вот что вот получается. И вот начало, да, моё, как говорится, только-только вот начинала. Видите, насколько как бы забивается, да, и не видно вот этого элемента. И это вот единичные экземпляры, вот, прям более выигрышно выглядят, чем когда их много. Вот здесь я не делала их остежку, да, это я потом решила попробовать, и это мне намного больше понравилось. Вот такой вот у меня получается заготовочка для подушки. Надеюсь, вам это поможет, и вы сделаете себе тоже такую красоту. Всем пока!